Всем привет, друзья! С вами Маракаси. Сегодня я хотел бы показать бой на танке СТБ-1 на карте Химмельсдорф. Очень грамотное сражение, где игрок действительно тащил до последнего, но смог ли он затащить, вы сможете увидеть только в конце этого боя. Раскрывать вам эту тайну я не буду. И сегодня, собственно, поделюсь с вами довольно интересной новостью. Будет она связана не с черным рынком, а то уже многие пишут, что одни видео пошли по черному рынку. Но черный рынок просто это самое, наверное, интересное событие, которое разработчики вообще придумали, сгенерировали за, не знаю, там, 10 лет. То есть, на мой взгляд, это наравне марафона, может быть, даже и круче. Поэтому я и выделяю этой теме побольше времени, так как я считаю ее важной, самой интересной для игроков. И как только появляются какие-то интересные, в общем-то, сведения, я вам их передаю. Но сегодня речь пойдет не об этом. Сегодня речь пойдет о таком вот интереснейшем событии, как битва блогеров. И вы наверняка спросите, а чем же это все интересно? Я, наверное, один из тех игроков, которому вообще вся вот эта вот вокруг вот эта вот тусовка, борьба какая-то блогеров. Мне настолько на это все равно, мне это настолько неинтересно, что лично я бы вообще даже в этом и не участвовал. Ну просто, не знаю, мне это не особо интересно. Даже если бы я был бы просто игроком, мне бы, честно говоря, все равно было бы какие-то терки между блогерами, как они там пропагандируют за себя проголосовать и так далее. Кому-то это интересно, я не спорю. Но речь не об этом. Речь-то о том, что в любом случае Wargaming в этом году делает довольно-таки серьезную ставку на битву блогеров. То есть вообще, как бы, если вы вдруг не знаете, то привлекать новых игроков с каждым годом становится все дороже и сложнее. Потому что, ну, игроки сейчас уже предпочитают немножечко другие игры. Да и в основном, кто хотел поиграть в танки, они поиграли в танки. И, конечно, остались в основном те, кто ушел из танков. Вот их нужно любым способом Wargaming возвращать. И, конечно, наилучшим способом возвращения старых игроков, это, конечно, через блогеров. Потому что, ну, зачастую люди уходят из игры, но при этом блогеров смотрят или там новости смотрят. И тем самым, за счет невероятной там ходавы Wargaming, естественно, предпримет еще одну очередную свою попытку вернуть таких вот ушедших игроков через блогеров. Но что это нам судит, сейчас я вам расскажу. Но для начала давайте подведу итоги розыгрыша, который, ну, проходил в прошлом видео. Напомню вам, разыгрывается в каждом видео два приза. Пока что это такая вот сногсшибательная акция в январе. И не пропускайте ее, ребята. То есть участвуйте. И всего лишь для участия нужно подписаться на канал, в комментарии указать свой игровой ник. И нужно досмотреть видео до конца. В общем, условия очень простые. Шансы выиграть большой. Комментариев, на самом деле, не так много, как может показаться. И шанс выиграть есть у каждого. А если вы еще хотите больше увеличить свои шансы на выигрыш, что рекомендую еще зайти на сайт ВотКит, так как ежедневно на данном сайте разыгрывается бесплатно 5000 золота. Это еще одна хорошая заявка на выигрыш ценнейшего золота, которое вам, естественно, для развития в игре пригодится. Плюс разнообразные премиум танки 8 уровня и огромные наборы с золотом. Все это вас ждет на данном сайте. А по моему промокоду вы получаете дополнительный бонус к пополнению. Итак, ребята, конечно, хочется, в общем-то, заполучить реально годную халяву с помощью этой битвы блогеров, конечно же. Но тут, собственно, ситуация может сложиться таким образом, что Wargaming сделает все гораздо более любопытней. То есть по текущей информации, собственно, может все закрутиться довольно-таки сильно, потому что победившей команде, вот та команда, которая выиграет, ну, именно та команда блогера, за которую там больше всего условий сделают, а там в основном условия будут, ну, и там не голосовать, а вот именно активных игроков будут привлекать. Ну, конечно, и тех, кто давно не играл, ну, вообще все это затеяно ради таких игроков. Ну, вот чтобы игрок, который не играет, он перешел в стадию того, кто играет, то есть чтобы он стал активным. Все это ради этого делается, и поэтому условия там нужно играть, чтобы продвигать своего блогера, свою команду и так далее. И, собственно, та команда, которая выиграет, она получит наибольшее количество призов. Каких именно? Ну, я думаю, в общем-то, все не ограничится, как в прошлый раз, там каким-нибудь, ну, чуть побольше, там, X5 и так далее. Все будет гораздо эпичнее, и тут может речь пойти о премиум танке. Вот недавно появился такой премиум танк, как ИС-2 экранированный. И многие, конечно, вдруг подумали, а зачем этот танк вводится, еще один ИС? Так вот, вполне вероятно, что разработчики сделали этого ИСа не просто так, а как главную награду для победившей команды в битве блогеров. То есть вот та команда, которая будет наиболее активной, именно там, ну, в первую очередь будет, ну, как бы в условиях, вы поняли, короче, активные именно блогеры продвигаться, ну, то есть те, кто, у кого аудитория самая активная, не те, кто просто там кликнули, там где-нибудь, там нажали одну галочку или там сыграли один бой, а вот та аудитория, которая будет играть наибольшее количество боев, выполнять ежедневно наиболее количество задач, так команды и выиграет. Вы наверняка помните, что, по-моему, ну, всего три блогера прошло там, ну, Ивша он автоматически прошел, потом там Юша про танки прошел, и третий блогер это никто иной, как Корбен Даллас, скандальный блогер. Вот три блогера, они, короче, прошли в финал. Ну, это я так напоминаю вам, и, собственно, ну, кто-то из них в итоге одержит вверх, у кого-то самая аудитория такая вот активная, и вот она получит наибольшее количество призов. Когда все это начнется, я думаю, ждать долго не придется, где-то уже в феврале все это, вся движуха начнется с битвой блогеров, и, конечно, лучше выбирать ту команду, которая выиграет. Даже, ну, я знаю, что большинству как бы все равно, там, за кого голосовать, лишь бы выбрать ту команду, которая выиграет. Я не знаю, кто выиграет, честно, у кого там более активная аудитория, но, наверное, если скилловиков там брать, то у них аудитория очень активная, потому что, ну, они смотрят, собственно, как играют, скилловики, и учатся, и сами играют. Ну, в общем, в любом случае никаких советов, там, за кого голосовать, там, вступать, я не буду давать. При этом, если вы в прошлый раз там за какой-то из команды вступили, это ничего страшного, потому что в этот раз, собственно, можно будет вступать в любую снова команду, ну, любую выбирать, там, любого блогера, и снова вступать. Собственно, если получится, в общем-то, выиграть, то можно будет получить такие призы, как золото, боны, резервы разнообразные, x5, премиум танчик, премиум аккаунт, и множество других, другой халявы. Ну, конечно же, уникальные камуфляжи, уникальные эмблемки, ну, и также уникальный экипаж в виде вот этих вот блогеров. Вот такая вот халява. Ну, напишите в комментариях, что вы думаете по этому всему. То есть, ждете вы все это событие, или же считаете это довольно скучным, все, или наоборот, ждете, и прям, ну, каждый день новости чекаете. Это, конечно, не так интересно, как черный рынок, но тоже довольно неплохая штуковина в плане халявы, перспективности. То есть, сейчас вот, например, акций поубавилось после окончания акций новогодних, и, конечно, игроки сейчас ждут, когда же будет что-то годное. Ну, вот, битва блогеров, она значительно так оживит, в общем-то, акции. То есть, начнутся разнообразные, там, X5 опыт, дополнительные кредиты, дополнительные резервы. Можно будет, там, прям танчик урвать. Или даже если, ну, не получится, то есть, даже если выбрал не ту команду, которая, там, выиграет, то в любом случае дополнительную халяву ты заполучишь. Вот такие вот дела, друзья, то есть, на мой взгляд, весьма перспективное событие, поэтому решил его осветить. Естественно, никакой, ну, прям совсем подробной информации не могу дать, потому что ее попросту нет, но все, что вот было, все, что, ну, стоило рассказать, я рассказал. Ну, и на этом все, друзья. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Желаю вам удачи. Пока.